Я любила, милого, любила, уважала, и для боевых сечерочки провожала. Вот так встречает гостей долгожительница Анна Егоровна Полосухина. Сразу и не скажешь, что ей сегодня исполнилось ровно сто лет. Столько еще в бабушке молодого задора и оптимизма. Коммуникабельная хозяйка с удовольствием общается и с журналистами, и с почетными гостями. Дорогая Анна Егоровна, тепло и сердечно вас поздравляет губернатор нашей области Аман Гумирович Тулеев. Желаю вам крепкого здоровья, спасибо вам. Вы столько внесли труда в нашу победу, в труд вырастить детей, внуков, правонук. Получать подарки приятно и в сто лет, особенно от губернатора области, руководства города и родного территориального управления. И вдвойне радостно от того, что рядом родные люди. Ради них и выстояло в трудные годы, а выпало на долю Анны Егоровны немало. И качала в колхозы, на лошадей на казенных, лошадей кормили казенных, а я качила. Я на сплав ходила год, а на сплаву помогала стирать на мужиков и посуду мыть. Очень рано женщина овдовела, оставшись большим хозяйством и пятью маленькими детьми на руках. И всех воспитала, всех выучила. Дети, сын шахтер, кавалер трех орденов, 37 лет на одном участке работает. Ну и я, дочка самая младшая, у меня тоже старше 43 года, ветеран труда. Работала бабушка нашим сторожем на мостопоезде. Почему сторожем работала в последнее время после потери отца? Потому что днем вела хозяйство. Некогда было днем работать. Много трудилась, держала пасеку, поэтому постоянно был свой мед. Один из ее секретов долголетия. Мама всегда была в движении. И когда на Алтае жили, и уже в Белове, хотя была уже в преклонном возрасте, рассказывают две ее дочери. Еще три года назад сама садила огород. В больницу, извините, пожалуйста, говорю, мама, ну, наверное, надо вызвать участкового. Да зачем беспокоить людей? Люди там, наверное, еще даже больнее меня есть. Да говорю, да ты по возрасту должна уже обращаться в больницу. Нет, нет, ничего не надо. Я совершенно здоровая. Оптимизм, живое участие в делах семьи, огромная любовь, пожалуй, главный рецепт того, что Анна Егоровна дожила до векового юбилея. Прожив непростую жизнь, она пронесла сквозь нее доброту и тепло души. И сегодня, в свой столетний юбилей, чувствует себя самой счастливой и самой богатой. Потому что у нее сегодня двое дочерей, 10 внуков, 12 правнуков и 8 праправнуков.